Где-то там рассвет. Солнышко, честно, видно сквозь облака, просто пересвечивает. Доброе утро, друзья! Приветствую вас в городе Куроктианапа с хорошим настроением в этот великолепный понедельник. Последний понедельник января. И скоро он придет и принесет вам хорошее настроение. Я, может, у кого-то уже пришел, ведь на нашей стране очень много часовых поясов, и где-то уже там прям, прям уже все настало. Что ты там нашел-то? Ну что-то доброе утро начинается с поисков, прям обнаружений, это хорошо. Сегодня у нас плюс 7, но по ощущениям, честно, холодновастенько, потому что ветер опять дует сильно, опять дует с моря, и опять раздувает шторм. Что ты там обнаружил доброе утро? Да выехал пацану в дюрнув. А? Да пацаны стоят, попросили дюрнуть. Ага. Пока им дюрнул. Короче, ну, что поделать, спешат на поле. Я понял. А где застряли? От завестись. А-а-а. Понял, да. О, у нас тут опять новые свежие следы от мотоциклов. Очень надо было сюда проехать. Можно патрули здесь? Да, сто процентов. Мне кажется, у нас должны какие-то патрули работать в выходные дни, потому что выходные дни у нас в Витязево, от, так сказать, Витязево, или даже от Благовещенское до Анапы, очень многих людей тянет на своих транспортных средствах покататься по дюнам. Раз это у нас уже Анапская переси, прям официально, кусками как-то выделено, надо ее охранять. Ну, что-то вот скажи, плюс 7 градусов, да? А вот за счет ветра прям очень холодно. Сейчас, тревноватый. Вчера лучше было. Ух, первые лучи солнышка пробиваются, и окрашивают уже море. Такой желтоватый цвет. Вот, слушай, меня это путешествие этой таблички убивает. Шосто, шосто. Люди борются. Ну, хорошо, мы хоть фиксируем, что это не мы. Да, да, да. Мне в прошлый раз сказали, а что вы табличку не подняли? Вот поднимешь табличку, она развалится, скажет, сломал. Блин, я иду, плачу. Не могу. Нельзя делать доброе дело. А только чего доброе делать, я уже туда, кладу в околах. Абсолютно верно. Это как вот с посадкой деревьев, знаешь. Посадил дерево где-нибудь на муниципальной земле. Тут же приехали, штраф. Слушай, тут прям вообще такое ощущение, как будто собрал слет автомобилистов, и они тут и жучков крутили. Ну, видите, да, как все здесь. Вообще прям отлично покатались. И сквозь речки ездили. Доброе утро. Рассвет Анапа. Вот так вот. Дай людям волю. Бесконтрольное поведение, и у нас происходит самоуничтожение. 8,4 градуса показывает температуру воздуха наш градусник. Да, прям лицо заливает слезами за счет того, что ветер очень сильный, морской, и раздражает, так сказать, глаза. Ой, красота какая. И чайки тоже знают, что красиво. Пришли на море посмотреть. Анапа, правда, немножко в тумане, но все равно проглядывается. Ну, а Ашот что-то как-то быстро забежал. Я вот даже не увидел, как он зашел с легким паром. Мы ему отсюда скажем, потом посмотрим. Выбирает себе место, где ему будет по... так сказать, поприятнее. Как хочется в тепло. Холод надойдает. Хотя, да, жалуюсь, плюс 7. Возможно, у кого-то гораздо теплее, а может и холоднее. Все равно, ну, плюс 7, это нормальная температура. Воздуха, крепись там. Температура водички, кстати, показывает, что всего лишь 7 градусов. А в Анапе, в чернадцатом, в граждан пляже было потеплее. Все еще раз говорю, зависит именно от течений, какое, откуда. Подбывает, подмывает. Сегодня я что-то пришел чуть поглубже. Течение есть боковое, есть в сторону Анапы, но оно вроде, по крайней мере, возле берега не такое сильно. Хотя ветер, представляете, дует со стороны Анапы. Вот так вот закручивает наши течения. Когда-то уже штиль будет. Что-то было очень много штиля, я скучал по штилям. О, все, решил глубоко идти, не идти, решился. На самом деле, когда заходят чуть поглубже, в холодной воде, гораздо легче решиться искупаться. А здесь очень тяжело сделать это. 7,4 температура воды. Добираем градусник и наблюдаем купание. Самое важное, самое главное. Сегодня, вот давайте расскажу вам немножко о планах. Собираюсь поехать на квартиру, закончить с отоплением и запустить его. И если сделаю это, то буквально на завтра, а может быть даже сегодня, успею смонтировать видеосюжет про те изменения, которые там были. Там есть пару к вам вопросов. Может, что подскажете, посоветуете, как вы считаете нужным. Ну и заодно посмотрим интересный сюжет. Ага, прям прохладно. Такой южак дует. Это, казалось бы, должно быть, наоборот, тепло. Значит, что везде остыло. Остыли деревья и моря остыли. Что делает ашот, сейчас не поймете. То есть там очень сильно метет песок. И по ходу водорослей он пытается вот их сейчас себя посмывать. Сейчас мы точно узнаем, что это он там испачкался. в море, представляете, влечься там. Что ты там испачкался? Там все в водоросли. Еще и водоросли. Зацвело в море зимой. Даже неприятно. Даже неприятно. Вот это же на лбу водоросли эти. А знаете, что это за водоросли? Это те, которые в Анапе на пляже лежали, а их штормом с мылом вместо того, чтобы убрать, теперь они по нашей бухте расплылись. Вот так вот и происходит. У тебя не зеленая комка, а вот именно то, что не убиралось очень долго. Ничего, так сказать, штормовое море или всего его посмыло. Не матерись, пожалуйста. Никто не виноват, да? Расскажи все, что ты думаешь о тех людях, которые должны убирать водоросли. Да они все равно ничего не сделают. Нет, зато мысли появятся о них, что о них думают, понимаешь? Может и кацан начнет и подумает, что надо брать лопат и идти убирать. Еще раз говорю, то есть это не то, что там, знаете, какие-то хотелки, шмателки. То есть каждый год, на целый год сдаются в аренду пляжи. Кто-то на них зарабатывает деньги. И пляжи должны не приводить в порядок. Иначе договоры аренды должны расторгаться. И поверьте мне, на центральном пляже будет очень много желающих взять эти пляжи в аренду. Потому что такого трафика, как у нас в Анапе на центральном, нет, наверное, нигде вообще. И все. То есть водоросли были убирались и, как говорится, создать прецедент и все было бы хорошо у всех. Я думаю, именно так это должно происходить. и никаких других там изменений не дадут в принципе. Ну, либо у нас есть там МУП, который должен контролировать чистоту вокруг. Тоже было бы хорошо. Может быть, им хочется поубирать бесплатно от души. Тоже было бы хорошо. Чисто и классно. Как тебе сегодня по ощущениям? Открою водоросли. Ты даже разговаривать не хочешь. Ты что должен? Не по-моему пошло. Слушай, ну с каким-то удовольствием нырнул. Давай, ну бывает. Нет, далеко не хочу заходить. Иду, иду по колену, по колену. Вроде пора уже окунуться. Ну, нет, да? Да. И все мелко. Волна подошла. Слушай, ну ты не поверишь просто. Вот сколько людей, знаешь, немножко тебе так сказать завидовали, что вот купаешься вот уже всю зиму и тут бац, ты попал в водоросля. И сколько сейчас людей вздохнуло. Говорит, вот хорошо, что я не купаюсь в водоросли. Да, хотя вот со стороны не скажешь, да, что море грянуло, то есть подошли, вроде бы все нормально. хотя это вот как раз-таки не почистилось, а во время шторма наоборот все замешалось. В общем, ждем хорошей погоды, хорошего настроения и дай бог, чтобы все было хорошо и у вас, и у нас, и у всех. с понедельником вас, друзья, привет вам огромнейший во всех города. Участвуйте в конкурсе на розыгрыш картины, разыгрывается она еще до следующей субботы, и там уже в субботу проведем непосредственно определение самого главного участника. Ловно подписаться на нашу группу ВКонтакте и зайти, оставить свой номер телефона под нашим эфиром с картины. Доброго, бодрого утра, хорошего настроения, да, и вам тоже, не хворайте.